Ну и, как часто я говорю, и их родителей. Доброе утро, друзья! 11.05 — это программа «Рунет сегодня». Главные события ушедшей недели в области виртуального, как в глобальной сети, так и в онлайне российском, в «Рунете» конкретно. Мы звучим на 99.6 в Москве или на finam.fm, если вы находитесь вне пределов столицы. Также напомню, что нас может слушать в подкасте. Для этого вам достаточно зайти в iTunes или на finam.fm, подписаться на ленту подкастов и получать каждый эпизод программы в виде mp3-файла в любое удобное для вас время. Ну, соответственно, и слушать. Быть в курсе всегда. Значит, мы расставляем акценты прошлой недели, выделяем самое главное — то, что случилось в области цифрового пространства, интернет-бизнеса, социальных сетей и так далее. В эпиграфе традиционно короткий взгляд на календарь актуальных событий, связанных с интернетом. В этот день, в 93-м году, была представлена первая версия браузера Mosaic. Никто его сейчас толком и не помнит, но это был первый браузер для Windows, имеющий графический интерфейс. Его код позже лег в основу браузеров. Ницкейп-навигатор — его уже практически тоже никто не помнит. И интернет-эксплорер — этого пока еще помнят и многие даже видят на своих экранах. Меня зовут Максим Спиридонов, а гости выпуска — Сергей Гребенников, заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций. Приветствую, Сергей. Доброе утро. И Денис Кудергин — сооснователь сервиса ЮДУ. Приветствую, Денис. Утро доброе. Значит, коллеги, традиционно для вас и наших слушателей расскажу о том, какие главные события сегодня станут предметом нашего обсуждения и пристального рассмотрения. Значит, первое. Прошедший на прошлой неделе артистский интернет-форум «Риф плюс Кип-2013» — каковы итоги главного отраслевого мероприятия «Рунета». У нас есть непосредственно один из организаторов этого мероприятия, Сергей, как уже было сказано, зам директора РАЭК, который, собственно, является оператором этой конференции. Вторая новость. Твиттер запустил музыкальный сервис. Какими могут быть новые пути развития сервиса микроблогинга и способы его монетизации? Ну и вообще, сможет ли этот поход Твиттера в музыку серьезно отразиться на развитии способов потребления цифрового контента в мире, которые сейчас, как мы знаем, эти самые способы активно ищутся и экспериментируются? Инка, это третья новость. Главная новость недели, несомненно, для нас в «Рунете». Сооснователи сети ВКонтакте продали 48% ее акций. Означает ли это неожиданная покупка? Ну и продажа, соответственно, что Павел Дуров может лишиться своего места руководителя социальной сети. Напомню, что у Дурова 12%. Ну и вообще, какое будущее? С этим ждет крупнейшая социальная сеть «Рунета», ее основателя. Будут ли какие-то последствия вот этого вот неожиданного приобретения? Это главное, о чем пойдет разговор сегодня. Но для начала традиционное экспресс-обсуждение других важных новостей недели. «Рунет сегодня». Согласно данным мартовского вопроса «Левада-центра», доля россиян, пользующихся интернетом, достигла 62%. Это на 10% больше, чем годом ранее. Растем, причем растем весьма основательно, верно, Денис? Ну, на самом деле, чуть ниже, чем мы выросли в прошлые два года. Но мы, насколько я помню, и так уже лидеры в Европе по количеству активных интернет-пользователей, что не может не радовать нас, как интернет-представителей. Между тем, часть пользователей, причем весьма активную, могут временно выставить из мест их постоянного пребывания. Еще одна новость. Сенатор Руслан Готаров и депутат Думы Вадим Деньгин предложили запретить регистрацию в соцсетях для детей младше 13 лет. То есть не полностью выставить, но вот отобрать самый вкусный кусок пирога для детей. Социальные сети, ВКонтакте, прежде всего, и одноклассники, которые используются наиболее активно в Рунете. Как думаешь, пройдет-то, Сергей? Ну, очень надеюсь, что не пройдет, потому что все-таки, как, видимо, Руслан Готаров, так и господин Деньгин не до конца знают, каким образом вообще устроен интернет с точки зрения технологий. Ну и ограничивать детей в знаниях, отключая им доступ к социальным сетям, на самом деле это неправильно. Справедливости ради, Facebook имеет ограничения. До 13 лет ровно такое же. Да, но когда мы же не хотим, чтобы социальные сети стали неким яблоком раздора. И когда, если нам начинают что-то запрещать, ну, тем более в России, то всем начинает быть интересно туда проникнуть. Ну, а если говорить, например, есть дневник.ру, это тоже некая социальная сеть. И тогда получается, что детям, которые пользуются дневник.ру, нужно будет тоже запретить им пользоваться. Но вот как это сделано в, скажем, Германии, вот я служу по собственному опыту и по собственным детям, которые там присутствуют в виртуальном пространстве, по собственным дочкам. Там есть Facebook, куда моя старшая не ходила в 13 лет, она честно не ходила, там ее другие сверстники, конечно, пытались зарисовываться, они врали про возраст и залезали. Это возможно. Но они понимали, что это нечестно. Они понимали, что так делать нельзя. А моя младшая, старшая ходила, вот, в, соответственно, социальные сети, которые для детей. Есть такие виртуальные миры различные и прочее. Ну, может быть, такой вариант более разумен? Ну, вопрос о Германии, Франции. Все-таки в России не стоит поднимать и говорить о том, что давайте сделаем так, как это происходит там, потому что иначе тогда лучше интернет вообще закрыть. Потому что с точки зрения законодательства в отношении интернета, Германия и Франция, к примеру, это не самые либеральные страны, где интернет-компании приходится довольно легко. Ну, США тоже самое, большинство стран западных развитых тоже самое. Ну, Россия немножко всегда была другой в отношении интернета. У нас есть своя поисковая система, у нас есть свои социальные сети. И если мы будем смотреть и делать точно так же, как делают там, то, наверное, мы все-таки придем к тому, что и у нас начнут пользоваться исключительно западными сервисами. Хорошо, адгескутируем эту историю. Нам важно было две точки зрения задать. Едем дальше. Братья Аркадий и Борис Ротенберг из ставят медиахолдинг, который войдет в большую часть интернет-активов Александра Мамута и Владимира Потанина. Об этом пишут известия, впрочем, официальные лица опровергают эту информацию. Не успели отрасли отколбасить на тему объединения, неожиданного объединения компании Rambler Афиша и то-то объединенной компании с компанией СУП. Тут еще, оказывается, предстоит новая перетряска и какой-то новый медиахолдинг. Веришь в это, Денис? — Честно сказать, не очень верю. Притом не только, потому что еще Мамут с Потаниным свои активы не слили. — Толком. — Толком, да. Ну и, мне кажется, это процесс минимум полгода должен проходить, чтобы хотя бы что-то как-то утрясти. Ну и потому что я в целом отношусь скептически к тому, когда какие-то непрофессиональные игроки с большими деньгами, с большим опытом в оффлайновом бизнесе приходят в интернет или в медиа-среду и говорят, вот сейчас мы найдем самых классных менеджеров, профинансируем их и сделаем, выйдем на рынок, берем какую-то долю. — Об этом особенно внимательно будем говорить в третьей новости про ВКонтакте. Возможно, невозможно. Кстати говоря, вот в аналогичной истории с одноклассниками, в общем, это получилось. Основатель ушел и поставит им менеджеров. — Не совсем. Одно дело, когда уже есть продукт, уже есть аудитория. И задача инвестора сделать так, чтобы управление было сменяемым. То есть был один сел, значит другого. — Я считаю, что, насколько я понимаю, они делают медиахолдинг с нуля, хотят купить какие-то активы уже, которые сформировались, и сделать медиахолдинг с нуля. А вот в эту историю я не очень верю, потому что, ну, с нуля не профессионалы. — Едем дальше. Значит, Яндекс почти догнал первый канал по рекламным доходам по сообщениям газеты «Ведомости». Первый канал заработал за прошлый год на рекламе 28 миллиардов рублей, а Яндекс 28,2, а Яндекс 28,1. То есть только на ту десятую миллиарда, то есть получается на, боюсь соврать, 100 миллионов, да? — Угу. — Или на 10 миллионов. На 100 миллионов. — На 100. — На 100 миллионов рублей заработал меньше. Пустяк, собственно говоря, в тех масштабах, что мы рассматриваем. Для тебя это о чем говорит, Сергей? — Ну, для меня это говорит о том, что все-таки интернет-отрасль как развивалась, как росла, так и продолжает расти. И это очень важно. Интернет-экономика — это единственная отрасль в России, которая развивается такими колоссальными темпами. Ни одна другая отрасль в России так не развивается. Но все-таки с точки зрения, например, тех же самых издержек в отношении рекламы, я думаю, что у Яндекса их сильно больше, чем у того же Первого канала. Вот буквально вчера тоже обсуждали эту тему. И если у, например, Первого канала порядка, ну, наверное, 200 топ-рекламодателей, которые постоянно размещают рекламу на Первом канале, то если говорить про Яндекс, это все-таки, наверное, более 2000 рекламодателей, а может быть, и еще больше, которые размещают там рекламу. Потому что это вот мелкие микроплатежи в отношении контекстной рекламы, и, естественно, это все сложнее и сложнее обрабатывать. — Ну, то есть проблема, считаешь, в том, что операционно им сложнее ручиться таким большим пулом рекламодателей, а пул рекламодателей Первого меньше. — Да, но при этом... — С другой стороны, это диверсифицирование. — Естественно, но при этом у Яндекса сильно выигрышная позиция, потому что если у Первого канала отваливается крупный FMCG какой-нибудь рекламодатель, то он теряет сразу больше, чем если у Яндекса отваливается какая-нибудь пиццерия. — Ну да, и телевидение не растет так, как интернет. — Естественно. — То, о чем мы говорили выше. Идем дальше. Значит, по сообщениям Forbes, Amazon скоро откроет представительство в России. Возглавит его бывший руководитель издательского холдинга Азбука Атикус Аркадий Витрук. Амазон приходит. То есть хватит, получается, радоваться российским электронным коммерческим организациям, типа «Азона», типа нападившихся в большом количестве последние годы. Приходят большие дяди, как пришел eBay последние буквально месяцы, по крайней мере, заявляют, что пришел основательно, так и приходит Амазон. Означает ли это, что они могут захватить изрядную или, может быть, лидирующую позицию в электронной коммерции России? Денис. Я очень жду, когда они придут. Но не думаю, что в ближайшие несколько лет они смогут захватить какую-то существенную долю рынка. Даже не говорю о лидерстве. Потому что, опять же, вспоминая историю, очень много компаний западных с большими амбициями, которые выходили на наш российский рынок. Но ввиду того, что они не до конца понимали всю специфику нашего рынка, специфику игроков, которые уже присутствуют на нем, они так и не смогли достичь заявленных каких-то обещаний и планов. Не раз я напоминал в своей программе о том, что практически ни в одной ключевой отрасли интернета в России западные игроки не смогли закрепиться на лидирующих позициях. Ни поиск, ни социальные сети, ни электронная коммерция, ни рулят. У нас рулят местные игроки. Мы продолжим разговор через несколько секунд, несколько минут, пардон, обсуждением новостей недели. Продолжаем, друзья. Это программа «Ранет.Сегодня». Главные события ушедшей недели в области виртуального цифрового пространства, становящегося все более серьезной и реальной частью российской экономики. Напомню, что мы обсуждаем с экспертами отрасли то, что случилось за последние 7 дней. И в студии Сергей Гребенников, замдиректор Российской ассоциации электронных коммуникаций, и Денис Кутергин, сооснователь сервиса «ЮДУ». Коллеги, продолжим к связи с обсуждением. У нас еще впереди несколько новостей, которые хотелось бы обязательно взять и рассмотреть. В частности, такая вот. Почта России, казалось бы, никакой связи с электронной коммерцией, в смысле с онлайн-пространством. Однако, Почта России создаст распределенную сеть обработки международных посылок, которые будут поступать в разные города России и не только в Москву. Сергей, это они к чему? Хочется сказать «наконец-то». Наконец-то это случится. И все-таки электронная коммерция в России сможет вздохнуть с облегчением, потому что тому же «Озону» для того, чтобы хоть каким-то образом доставлять то, что у них заказывают пользователи по всей территории России, пришлось создавать свою курьерскую службу, иначе бы просто «Озон.ру», наверное, на сегодняшний момент не существовал. Потому что то, как работает Почта России, ну, она просто не работает. Вот. Но, по-моему, идет о международной сети, международных посылках. Конечно, но это самое важное. Все-таки в Россию очень много из-за рубежа поступает сегодня посылок, и это, в первую очередь, касается электронной коммерции. То есть я, находясь в России, покупаю много что, например, в Германии, во Франции, в Америке и так далее. И мне посылки идут два-три месяца. Мы же помним все эти истории. Один словом, это ты виной коллапса Шереметьево. Это тебе 500 тонн товаров из электронных магазинов. Конечно, мы же РИФ весь заказывали за рубежом через eBay. Вот и строили. Шучу, конечно. Ну, в общем, одним словом, это позитивно. Но, обращу внимание, позитивно для кого? Для иностранных игроков. Именно для них. Это eBay и Amazon, как мы говорили чуть выше, должны радоваться и потерять руки. Ну, в любом случае, Россия вступила в ВТО, и мы не можем отрицать того, что мы должны взаимодействовать с западными коллегами. И конкуренция на российском рынке с западными коллегами, она тоже нужна. Еще одна новость из области электронной коммерции. Медиакапитал, новый фонд, который прежде не особо был заметен в Рунете, приобрел миноритарную долю в интернет-магазине «Холодильник.ру». Сумма сделки неизвестна. По разным оценкам это в районе 10 миллионов, что-то такое. В общем, оценка получается вроде бы в 100 миллионов долларов. Холодильника по разным предположениям. Еще одна знаковая сделка, да, Денис? Абсолютно. Притом она знаковая больше потому, что там была покупка не за деньги, а за медиаподдержку. Вот она. И медиакапитал, да, он, насколько знаю я, там вообще не было кэша. Там был актив в виде информационной поддержки. Они разработали рекламную кампанию для холодильника и онлайновую, и оффлайновую, с наружкой, с эфирным покрытием. И она, насколько понимаю, направлена на регионы. У холодильника очень классные позиции в Москве и в Питере. И в регионах он уже несколько лет развивается. Но вот эта рекламная кампания будет направлена на новые рынки. Ну, мне редактор пишет, что кэш там тоже есть. В общем, можем быть спокойны за господина Ковалева, руководителя и владельца компании. В общем, он получил что-то тоже на карман. Но, видимо, эта информация тоже имеет свою актуальность. Едем дальше. Google и Yahoo поддержали законопроект Cyber Intelligence Sharing and Protection Act. ЦИСПА. Они умудряются находить такие аббревиатуры всякий раз. Прямо удивительные. СОПА, ПИПА, вот теперь еще и ЦИСПА. Законопроекты, которые регулируют интернет. Значит, он разрешает американским властям получать доступ к данным пользователей. Против законопроекта выступили фонд Mozilla, который Firefox зарабатывает компания Cheeseburger. Это большой медийный холдинг. Соснователь Reddit Алексис Аханиан. Вот этот вот акт, Сергей, ты видел, что это такое из себя представляет? Видимо, я это немножко пропустил на прошлой неделе в связи с большой загруженностью по поводу РИФа. Но ощущение, что Google и Yahoo поддержали это в связи с тем, что они и так этим занимались, но без законодательной инициативы какой-то. Ну и странно, что, опять же, Google, мировая корпорация, выходит за то, чтобы сливать спецслужбам какие-то данные о пользователях. Все-таки интернет по своей природе, он анонимный. Ну тут вот такое, видимо, проявляется звериный оскал капитализма американского. В общем, надо сказать, что, по-моему, все американские корпорации на сегодня крупнейшие, они довольно хорошо дружны со спецслужбами. И чем дальше, тем больше у них эта связка крепнет. Ну здесь же какая история, что практически любая компания, которая выходит на мировой рынок, так или иначе пытается подстраиваться под то законодательство, которое действует в той или иной стране. Google, Yahoo на самом деле практически везде присутствуют и, естественно, им приходится подстраиваться. Я бы сказал так, даже, ну как бы, они становятся фактически одним из, то, чем они становятся, это оружие пропаганды и, ну, какой-то потенциальной манипуляции. Я далек от параноидальных картин будущего, но, несомненно, когда страна получает компанию, которая находится у нее, стратегически важную компанию, которая имеет такое медийное влияние, такой охват по всему миру, она, конечно, страна, потеряет руки и говорит, ну, ребята, ну, замечательно, давайте поговорим о том, как это можно использовать. Вы же патриоты, и, несомненно, любая компания так или иначе будет сотрудничать. Вопрос там, как соблюдают какие этические и неэтические нормы и так далее. Коллеги, еще пара новостей, совсем коротко, я просто их прочту для того, чтобы не упустить, и пойдем дальше обсуждать уже главные новости. Значит, Google также начинает поставки Google Glass, пока еще просто с короткой строкой. Вот этот Google Glass пускай прозвучит, забросится в мозг наших слушателей, но мы о нем еще не раз услышим, это несомненно. Это вот очки, которые с такой, с дополненной реальностью. Значит, Еврокомиссия распорядилась Google сделать более дружесный для конкурентов интерфейс. То есть Еврокомиссия лезет в поисковую выдачу Google и пытается регулировать, говорить, что Google не подсовывайте свои предложения по своим, так называемым, колдунщикам, то есть по ответам на вопрос не с сайтами внешними, а, собственно говоря, готовыми решениями из Google, то есть когда он показывает ответ прямо на странице поисковой выдачи. Значит, Facebook представил кириллический логотип, то есть надпись Facebook по-русски. Ну, это видит только 5% пользователей, мы здесь присутствующие в это 5% не вышли. Это означает, что Facebook, в общем-то, стремится в Россию, пытается подмять все-таки под себя большее количество. Ну, и еще ряд новостей, которые были, не буду особо зачитывать, поскольку они не так важны для нас, а перейдем, собственно говоря, к первой теме, вынесенной нами в важную. И прежде чем поговорить о следующей новости, хочу спросить вас, коллеги, считаете ли вы важным для развития онлайн-отрасли, российского интернет-бизнеса, в частности, оффлайн-мероприятия, такие как конференции, например. Сначала прошу Дениса, потому что понятно, ответ Сергея. Безусловно, считаю важным, и сам стараясь не пропускать ни одной конференции. А зачем, по идее, мы же такие вот интернетчики, коммуникаторы, можем скайп использовать в видеоконференции. А в том-то и дело, я когда сюда ехал, думал о том, что может ли какая-то из отраслей в России похвастаться вот такой же сплоченностью. То есть, условно, собираются ли какие-то металлурги на три дня в какой-нибудь пансионате, куда съезжаются тысячи людей со всей Москвы, России и ближайшего зарубежья. Думаю, что есть такое. Есть интеграция с вами, да. Порядка десяти тысяч такие огромные мероприятия проходят. Наверное, да. Ну, каждая отрасль пытается как-то аккумулироваться. Давай коротко, Сергей, твое мнение, зачем они нужны вообще? Ну, если бы конференции не были бы нужны, я думаю, что их не проводили бы. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Обязательно. Вот. Реально, мы очень много проводим разного плана конференций, и, естественно, они нужны. Но в первую очередь для того, чтобы мы так или иначе из онлайна перешли в оффлайн и могли реально пообщаться. Все-таки реальную жизнь, реальное общение еще никто не отменял. И поделиться опытом всегда приятнее. Ну, наверное, на какой-то оффлайновой площадке, где можно за руку друг друга поддержать, увидеть, кто как выглядит, обменяться визитками, последними новостями. А, например, если говорить о РИФе, то это такое все равно некое уникальное мероприятие в интернет-индустрии, потому что это не какая-то московская площадка, куда все приезжают, и можно уйти. Если понравилось, не понравилось. Да, приезжаешь и уйти уже нельзя. Да, и туда приехал, и ты погружаешься в некую такую иную атмосферу и понимаешь, что здесь хорошо. В общем, интернетчики тоже люди, никакие технологии даже для них не заменят личный контакт. По крайней мере, пока что. Сейчас новость о главной конференции Рунета, которая прошла на ушедшей неделе. В Подмосковье завершилась 17-я ежегодная интернет-конференция «РИФ плюс КИП». Мероприятие продолжалось три дня и включало в себя обсуждение основных тенденций развития сети. Участниками конференции стали ключевые российские специалисты в области интернет-технологий, представители государственных структур и крупнейших интернет-компаний. Как уже было сказано, это 17-я конференция «РИФ». Прежде «РИФ», потом «РИФ плюс КИП», как это сейчас называется. В ходе мероприятия было представлено 10 параллельных потоков, проведено порядка сотни секций. За три дня «РИФ» посетило около 10 тысяч человек. Сергей Гребенников, один из главных реализаторов этого мероприятия, у нас в студии уже говорил. Ты доволен тем, что получилось? Ну, мне, как всегда, сложно судить, хорошо, плохо, либо не очень. Естественно, главным таким мерилом для нас является то, что говорят пользователи. Если пользователи говорят и участники мероприятия, что им нравится, то нам становится от этого хорошо. Я буквально вчера, в субботу смотрел, что пишут в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, какие фотографии выкладывают. И очень радует то, что конференция прошла на такой позитивной волне, что не было чего-то негативного, никто не обсуждал, как плохо, холодно, горячо или еще что-то. То есть было приятно. И читать отзывы людей, которые научились чему-то, пообщались со старыми новыми друзьями, это всегда здорово. Ну, в общем, одним словом, ответ «доволен». Денис был на «РИФе», да? Да, я был на «РИФе», и как пользователь, и даже частично как помощник-организатором, потому что мы с Райком сотрудничаем в этом плане. и своих волонтеров направляем на помощь организаторам. Могу с уверенностью сказать, что и я заметил в своей френд-ленте в этом году фактически не было негативных отзывов. При том, как перед «РИФом», когда обсуждают программную секцию, когда обсуждают место. Потому что каждый год какие-то, ну, не все, к сожалению, могут свои доклады заявить на программу. И всегда какие-то небольшие скандалы появляются. Вот в этом году все прошло как-то гораздо спокойнее и сплоченнее. Как будто все договорились, что нужно обсуждать это, 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 это. И вот прям программная секция мне очень лично самого порадовала. Окей. На открытии конференции выступил министр связи и массовой коммуникации Николай Никифоров. В своем выступлении он затронул тему обеспечения населения доступа в интернет. Это действительно заводит министр, кстати, он часто об этом повторяет, о том, чтобы все получили этот доступ. Как известно, проблема с доступом в сеть особенно остро стоит на Дальнем Востоке и в Сибири. В этих регионах операторам связи невыгодно развивать инфраструктуру. Никифоров заявил, что на решение этой проблемы страны и бюджета будут выделены средства. Также цитат из выступления и его на конференции. «Мы привыкли отрицательно воспринимать любые попытки изрегулировать сеть. Сейчас мы ведем конструктивный диалог с представителями отрасли. СРАЯ, в частности, занимается разработкой проекта «Стратегия развития российского интернета до 2018 года». Вы сотрудничаете с министерством, да? Да, конечно. Ну, вообще, «Стратегия развития отрасли до 2018 года» — это инициатива отрасли, это не инициатива министерства. Ага, ну окей. Значит, у нас, собственно говоря, осталось буквально несколько секунд для того, чтобы закрыть этот вопрос. Риф состоялся, все этим писательством довольны. Мы едем дальше, после выпуска новостей продолжим, и тема нашего разговора станет, стартовавшая на прошлой неделе, музыкальное предложение от Twitter. Итак, мы вернулись к вам. Очень недолгим было отсутствие. Мы продолжаем «Рунетт сегодня» рассказ о главных событиях ушедшей недели в виртуальной плоскости. Мы расставляем акценты, делаем выводы, подводим некие резюме. Меня зовут Максим Спиридонов, а гость опуска Сергей Гребенников, зам директора Российской ассоциации электронных коммуникаций и Денис Кутергин, сооснователь сервиса «ЮДУ». Как я подчеркиваю всегда, люди, которые имеют прямое отношение, те, кто комментирует наши новости в программе, имеют прямое отношение к, собственно, этим новостям, то есть практике отрасли. Коллеги, прежде чем поговорить о дальнейшем новости, хочу спросить, какой способ получения доступа к музыке вы предпочитаете? FM-радио, интернет-радио, подборка MP3-файлов локально на вашем устройстве, музыка внутри облачных хранилищ? Признаться, я вот, например, музыку слушаю исключительно, когда еду в машине. Больше у меня просто не остается времени, чтобы послушать какие-то свежие композиции. Ну, максимум из того, что есть, наверное, что я использую, это iTunes, ну, потому что это тоже удобно. Это некий облачный сервис, который позволяет мне иметь музыку на всех моих Apple-устройствах. Денис? Я пользуюсь миксом, да, я покупаю в iTunes, это удобно, да, просто вот это удобно, и для меня это самое важное сейчас. Плюс я пользуюсь облачными сервисами, вот, такими как SoundCloud и, там, изучал Spotify. Вот. А мне кажется, что в этом плане облако, оно более перспективнее, потому что, во всяком случае, меня везде теперь окружат быстрый интернет, куда бы я ни пошел. Я дома, я в машине за рулем, я в офисе, всегда рядом со мной есть интернет, который позволяет слушать и смотреть в онлайне все, что угодно. Повезло тебе с быстрым интернетом, вот мне и не так повезло. А, кстати, если говорить еще про получение музыки, то Яндекс.Музыка в этом отношении достаточно интересно продвинулась на территории Российской Федерации. У них есть возможность реально заключать какие-то сильно эксклюзивные договоренности с исполнительными российскими и выпускать это. Вот мы помним с Земфирой то, что произошло. У Яндекс.Музыки можно было скачать это на эксклюзивных условиях и прослушать эксклюзивный альбом. То есть это вот такая некая маркетинговая история, но она, наверное, тоже работает в России. Ну, такие осторожные попытки, потому что в условиях ВКонтакте, который загружает в себя все, не заключая никаких прав, не заботясь о подписании договоров, довольно сложно ввести подобные сервисы. И мы знаем, что за последние годы в России закрылось несколько проектов, которые пытались продавать музыку так или иначе. Ну, бог с ним, давайте сейчас все-таки вернемся к первоисточнику этой новости и расскажем про Твиттер. Сервис микроблогов Твиттер предоставил музыкальное приложение Твиттер Мьюзик. Инструмент предлагает пользователю подборку музыкальных треков на основе анализа его твитов и подписок в сервисе микроблогов. Сейчас Твиттер Мьюзик доступен в США, Австралии, Великобритании, Ирландии, Канаде и Новой Зеландии. О сроках запуска программы в России ничего не сообщается. Сервис интегрирован с приложениями iTunes, RDO и Spotify. Причем iTunes дает произвести только небольшие отрывки треков. Мобильная версия СРС существует пока только в бесплатном варианте для iOS, то есть для айфонов, айпэдов. То есть такой рекомендательный СРС получается, да, коллеги? Да, рекомендательный сервис, то, что я вот сейчас услышал от коллег из новости. Но я, честно, не видел ни одного правильного рекомендательного сервиса, который рекомендовал бы мне то, что мне реально нужно. Кроме, наверное... А Last.fm-то не пробовал-то? Не пробовал. Я не про музыкальный сервис, я вот в целом говорю сейчас про сервис, который может на основании того, что я делаю в сети, мне что-то рекомендовать такое, что мне может понравиться. А тем более анализировать то, что я пишу в Твиттере и при этом не слушаю как музыку, и считать, что мне это нравится. Вот если я написал что-то про Филиппа Киркорова, это не означает, что мне песни Филиппа Киркорова должны нравиться. И вот каким образом... Может, ты его проклинал. Вот именно, да. И почему вдруг мне рекомендательный сервис должен предложить послушать Филиппа Киркорова, пока я не знаю. Но вообще рекомендательные сервисы, они находятся сейчас в некой такой переходной стадии, на мой взгляд. Это стремление нащупать способы двигаться в сторону искусственного интеллекта. Именно так. Двигаться пока что. Потому что в итоге, в идеале, что такой рекомендательный сервис, это замена очень мудрого, очень остановленного и понимающего тебя человека. Да, я же помню, еще, наверное, года три или четыре назад господин Далгин продвигал некий сервис «Имханет». Наверное, многие помнят, и в том числе радиослушатели. Он до сих пор существует, более того. Он до сих пор существует, но он перезапустился, и он уже не выглядит как рекомендательный сервис в том виде, в котором Далгин предполагал, он будет работать. И я даже пытался им пользоваться, насколько он должен был мне рекомендовать фильмы, книги, музыку, которую я должен был послушать. Но ни разу этот сервис не предложил мне то, что мне реально сейчас хотелось. А вот вообще музыка, если говорить не о рекомендациях, тут много у нас есть. К каждому слову фразы можно строить некую дискуссию вокруг этого. Музыкальный сервис. На сегодня мы понимаем, что модель потребления музыки на Западе, в странах развитых типа США и той же Германии, Франции и в России, она очень разная. Так сложилось, опять-таки, исторически, как с социальными сетями. То, что это у нас пускают до 13 лет, никто не заботится возрастным ограничением. А у них нет. У нас музыка — это торренты, зайцев.нет, прости господи, подобные сайты и ВКонтакте, а там это упорядоченные iTunes, Spotify более модные и так далее. Но это же все почему? Потому что, ища музыку в интернете, я не нахожу возможность купить эту музыку. Я нахожу, как правило, ссылки там, где я это могу скачать бесплатно и где я могу послушать бесплатно. Та же самая история в России происходит и с фильмами, та же история происходит зачастую и с книгами. То есть это вопрос то, каким образом мы должны воспитывать пользователей. Ну да, вообще цифровой контент, если выводить, более широко. Конечно. Мы прямо вот проблему вскопали со всех ее сторон. Рекомендательные сервисы и цифровой контент более широко, нежели музыкальный. Действительно, есть проблема в доступности цифрового контента от правобладателей за приемлемые цены и также удобно получаемого. Но, скажем, с книгами это появилось уже. Я бы сказал, что, скажем, историк типа Литрес и им подобные там есть. А вот с музыкой, с видео даже появилось отчасти, там они движутся в сторону, там, онлайн кинотеатра, те же самые Иви, там, кого не вспомни, Зумби. Но вот с музыкой мне кажется, что рынок практически убит в России. Помимо того, что рынок убит, мне кажется, что на музыкальном рынке нет того количества денег. То есть пользователи не готовы платить бесконечно много за музыкальный трек. Все-таки, когда мы просматриваем кино, из-за кино можно взять 15, 20, 30, 70 рублей, брать за трек 15 рублей, вот как, например, в iTunes, это дорого. То есть заплатить 15 рублей за музыкальную композицию, которую ты прослушал один-два раза, ну, наверное, это реально дорого для российского рынка. Вообще российским пользователям все дорого. Я припоминаю, как мы запускали приложение для одного из моих сайтов, оно стоило доллар 90 центов, и мы получили море возмущенных обращений, типа того, что что вы такое творите, нелюди. Почему не доллар, а доллар 90 центов? Ну, при том, что речь шла о 30-60 рублях. Вообще, вот, Денис, кстати говоря, если мы так вывели эту дискуссию, действительно любопытно, мы и взяли для затравки историю с Твиттером, чтобы понять, как это в Рунете существует. Почему пользователь российский так, экономит деньги в то время, как может легко платить подобные сопоставимые деньги и больше в оффлайне, так экономит их в онлайне? Я думаю, просто должно пройти время, потому что вот пару лет назад, когда запускались онлайн кинотеатры, среди знакомых очень было много возгласов, зачем платить за кино, если я могу пойти скачать, зачем мне это делать? Да и сейчас это есть. Зайди в Google Play раздел видео в отдельных фильмах, я даже скриншоты постил в Фейсбуке и Твиттере, поразительный совершенно, там набор комментариев, не видел, Сергей? Нет. Нет? Это чудо, посмотри обязательно, это прямо как блокбастер. Набор комментариев, буквально следующее, идиоты, что вы это покупаете, зачем это смотреть, это же есть все ВКонтакте. Вот таких десятки комментариев напротив популярных фильмов, где там стоит у Google цена, там, не знаю, 70 рублей, там, или 200 рублей, боюсь сказать. То есть люди в лучших чувствах чувствуют себя оскорбленными. На самом деле то же самое, можно было выложить скриншоты, когда Яндекс.Мужика сделали свое приложение мобильное, где сразу же была монетизация включена. То есть в веб-версии можно было слушать бесплатно, а мобильное приложение сразу начали монетизировать. Вот я тоже видел очень большое количество отзывов о том, что какие они сволочи, как они вообще имеют право зарабатывать на этом, и вообще кто это им позволил зарабатывать на музыке, которая априори бесплатна. Я думаю, что ситуация будет улучшаться, но просто должно пройти время. Так же, как и Apple в свое время изменил индустрию на Западе, так же, как и сейчас он меняет индустрию, ну, отголоски меняют, какие-то до России долетают. Очень многие люди, как я, покупают в iTunes музыку, потому что это просто удобно. Притом можно купить как альбом целиком, так и какой-то отдельный трек. Просто должно пройти время, и как минимум какой-то процент активной интернет-аудитории, прогрессивной, он это начнет, а дальше уже остальной рынок будет постепенно подхватывать. Сергей, будет подхватывать? Смотри, вот есть, мне сейчас просто пришли в голову культурологические аналогии, извиняюсь за умность. Он их в Древнем Риме в какой-то момент стали раздавать хлеб бесплатно, постоянно всем жителям города. И это, ну, если я боюсь соврать, длилось десятилетиями, даже веками. И потом уже просто сотни тысяч нахлебников, ждущих постоянно традиционно это хлеба и зрелищ, и требующих это, и возмущенных тем, что они это не получают или получают недостаточно в хорошем качестве. Там игры гладиаторов длились всего 30 дней, что же за ерунда, куда это годится? Вот мы таких не воспитаем пользователей? Ну, во-первых, пользователи у нас в российском интернете или в Рунете воспитались изначально такими, потому что все было в интернете доступно. Все-таки интернет как раз-таки пришел для того, чтобы раздавать знания, контент, музыку, книги и так далее. В Америке был тот же. Да, то есть это было везде, во всем мире, то есть интернет был создан для того, чтобы делиться знаниями. И, естественно, теперь нужно переходить обратно, то есть интернет нужно монетизировать. Вот, но насколько здесь легко или сложно будет монетизировать те же музыкальные сервисы в России, это сложный момент. Почему? Потому что все-таки есть такое понятие, как правообладатели, которые не понимают, почему в интернете музыка должна стоить 30 копеек, а не 30 рублей, как в оффлайне. И пока интернет не договорится с правообладателями, а точнее наоборот, пока правообладатели не поймут, что интернет это гениальный источник распространения информации, в том числе их и заработка, то ничего не произойдет. Но они просто находятся в привычке в старой парадигме. Мы получаем такие-то объемы денег, и когда объемы денег эти потенциально становятся резко меньше, они говорят, нет-нет, мы не отказываемся от этого. Естественно. И в итоге они не получают ничего во многом. Так, да? Ровно так и происходит. Это изменяемо? Ну вот, просто... Цифровой контент стали преимущественно покупаться, а не преимущественно скачиваться за бесплатно. Я думаю, что лет пять еще пройдет до того момента, как в России мы будем воспринимать цифровой контент, то, что это товар, что это услуга, которую мы должны оплатить. Возвращаясь к музыке, в Твиттере Максим Спиридонов, который мы используем во время программы для того, чтобы задавать вопросы, по ходу дискуссии мы спросили, какие... Как вы слушаете музыку в интернете, почему именно так? Вот. И ответы примерно такие. Такой у нас есть продвинутый пользователь, видимо, 8trex.com, даже я не знаю, что это такое. Можно быстро найти микс любого стиля музыки SoundCloud.com, но это более знакомо. Много знакомых выкладывают там. Другой ответ. Трэкс Flow.com и Ямузыка, Яндекс.Музыка, а также потоковое радио через Винамп, ну и так далее. Значит, что можно добавить к этому, к вышесказанному? Осталось буквально несколько секунд. Музыка, видимо, идет в облако. Твиттер вот этой своей настройкой рекомендательной может теоретически по партнерской схеме зарабатывать на этом какие-то заметные деньги, а для него эти схемы монетизации дополнительные весьма целесообразны, потому что, как бы он ни бодрился, мне кажется, что его сильно давит Facebook и другие социальные сети. Конечно. Значит, Facebook сам недавно обновил новостную ленту, теперь в потоке новостей. После могут просматривать сообщения друзей о прослушной музыке, тоже одна из новостей недавних относительно. Кроме того, по слухам и Google, и Apple собираются создавать собственные музыкальные сервисы. То есть Google создавать, а Apple, видимо, как-то рестайлить iTunes, потому что, видимо, он будет делать его также облачным, то есть музыка не будет скачиваться. Вот такие вот дела. Мы продолжим через минуту, подойдет итоги недели в онлайне и поговорим про сюрприз ВКонтакте. Мы продолжаем, осталось буквально несколько минут, но эти несколько минут мы потратим на главное, наверное, в этой неделе. Напомню, что меня зовут Максим Спиридонов, гостья выпуска Денис Кутергин, сооснователь сервиса ЮДУ и Сергей Гребенников, заместитель директора АЭК. Мы вместе обсуждаем главные события ушедшей недели в онлайне. И здесь задам вопрос, коллеги. Вы поддерживаете активный аккаунт в соцсетях? Если да, то в каких? Почему именно в этих? Сергей? Поддерживаю. Стараюсь поддерживать, точнее так. Смешнее всего, когда у меня спрашивают, ну ты же читал, что я написал. Я, конечно, все время каюсь, я реально не успеваю и мало что читаю, что пишут мои друзья-коллеги, но стараюсь, конечно, все равно следить. Но из того, что я много где зарегистрирован, пароль своей деятельности, это необходимо. Ну, основным источником донесения информации до аудитории это все-таки сейчас в Facebook. Денис, а для тебя какой главный аккаунт в соцсетях, если их несколько? Ну, я тоже зарегистрирован везде, но активно общаюсь и что-то пишу это во ВКонтакте и в Фейсбуке. И при том у меня очень сильно разделение. Если ВКонтакте это бывшие одноклассники, бывшие однокурсники, бывшие соседи, то Фейсбук это чисто профессиональная аудитория, это нынешние коллеги, бывшие коллеги, ну и просто люди из индустрии, за которыми я слежу. Есть модное деление аудитории социальной сети в Рунете, сейчас и в Фейсбуке, и в ВКонтакте. То есть, Фейсбук это такая типа элитарная, медиатусовка, интернет-отрасль, менеджмент в каком-то смысле разных компаний, особенно прозападных. А вот ВКонтакте это нормальные ребята и девчата. Так ли это с вашей точки зрения? Ну, вот Денис как раз сказал, что он разделяет там ВКонтакте, у него это, ну, такая некая личное пространство, некое Фейсбук, это профессиональное. У меня как-то, наверное, еще два года назад сложилось так, что оно как-то одно в одно вросло, и у меня уже не случилось какого-то разделения между профессиональной и там жизнью, которая там связана с друзьями, одноклассниками, однокурсниками. Потому что, ну, во-первых, оно все очень сильно начало пересекаться, то есть все пришли в интернет, и вроде бы раньше они были друзьями, однокурсниками, теперь они стали уже профессиональными коллегами. Да. И поэтому, ну, сложно вот это вот разделять все. Хорошо. Сейчас о сделке, которая без преувеличения может стать одной из самых судьбоносных для Рунета. Фонд United Capital Partners приобрел 48-процентную долю социальной сети ВКонтакте у основателя сервиса Владислава Милилашвили и Льва Ливиева, став таким образом крупнейшим совладельцем компании. По словам руководителя ВКонтакте Павла Дурова, он не был поставлен в известность о ходе переговоров и смене с владельцем сервиса. Сумма сделки не разглашается. Пресс-служба ВКонтакте отказалась дать нам комментарий по совершившейся сделке, а также отказалась отвечать на вопрос, где сейчас находится Павел Дуров. По некоторым данным, после инцидента с наездом на инспектора ГИБДД он уехал за границу. Потом эти данные были опровергнуты. Вот этой ночью, по-моему, это обсуждалось на отраслевых сайтах. Было сказано, что нет, Павел находится в России, занимается дальше ВКонтакте. Более того, чуть ли не провокацией прозвучала информация на Дождес, не ошибаюсь, о том, что он якобы занялся уже другой соцсетью, где-то вот в Америке и больше не вернется. Вот чуть ли не буквально это было сказано в программе в воскресенье, то есть вчера. Вот. Ну, в общем, ВКонтакте это проверили, все в порядке, капитан на мостике. Однако, дело пахнет жареным, Сергей, верно? Ну, есть немного. Учитывая, что пошли слухи на тему того, что покупка ВКонтакте это дело рук Роснефти, то говорить о том, что государство... А все с приставкой «нефть России» имеет прямое отношение к государству? Да. То непонятно, то ли решили вложить много инвестиций, и ВКонтакте у нас обгонит Фейсбук и пойдет на международный рынок благодаря получению этого миллиарда долларов. Но хотя, как я понимаю, что, да, Левиев и Владислав, они не готовы вкладывать эти деньги в развитие того же ВКонтакте. Деньги, которые зашли в сделку, ну, по крайней мере, мы не знаем полной информации, но, похоже, являются кэш-аутом двух сооснователей, но давно находящихся вне операционного управления людей. Да. Вот. Ну, и есть ощущение, что ВКонтакте будет немножко перерождаться, будет перерождаться в социальную сеть, которая будет более лояльна к государству, которая будет более лояльна к тому, что происходит с политической точки зрения в России. Я довольно последовательный критик ВКонтакте, слушатели программы это знают. Мне не нравится то, что они являются крупнейшим пиратским хостингом различного контента, нелицензионного и даже незаконного в Европе. Однако неприятно то, что государство так явно, похоже, государство так явно накладывает лапу на один из инновационных бизнесов, на одного из наших коллег. И в этом смысле я уже из корпоративной солидарности скорее принимаю сторону ВКонтакте. И хотел бы понять вообще, что будет дальше происходить. Здесь еще некий вопрос следующего плана. Молодые программисты, которые сегодня учатся на втором, на третьем курсе в институте, наверное, мечтают быть либо Цукербергом, либо Дуровым в России. И уже сегодня, наверное, каждый второй задумается, а хочу ли я быть через 2-3-4 года Павлом Дуровым в России. Если вдруг я создам что-то такое уникальное, то у меня это могут в один миг просто отнять, либо наложить лапу таким образом, что я не смогу принимать никаких ключевых решений. То есть дан сигнал, все, что в стране большое, в любой момент может стать государевым. Ну, сигнал такой давно идет. А он как-то случался по другим каким-то проектам? Я вот не припомню явных крупных историй таких. Ну, вот мы активно не стали обсуждать Рамблер, Афишу и Суп, то, что там происходит. И есть ли вероятность того, что братья Ротенберги купят вот этот не сложившийся пока холдинг. Но все-таки, если это перейдет в руки Ротенбергам, то есть вероятность того, что еще несколько кнопок Рунета перейдут под управление государственной машиной. Ну, в Ротенберге действительно люди очень близкие к государству и даже более того, к главе. Но все равно из этой всей истории хочется верить в то, что это только позитивные вещи, которые происходят в том же ВКонтакте. Возможно, что немножко они переформатируются и будут развиваться по некому правильному направлению, если можно так сказать. То есть договорятся с правообладателями во всех направлениях от киноиндустрии до музыкальной индустрии. И ВКонтакте станет нашей главной гордостью Российской Федерации на международном уровне. Почему нет? В это хочется верить, конечно. До 2007 года существует фонд United Capital Patmos. Прежде он не занимался никакими инвестициями в интернет. Возглавляет его Илья Щербович. По словам Щербовича, ему принадлежит более 50% этого фонда. Ну, как мы знаем, в России часто бывает фактический бенефицар и номинальный не всегда одно и то же. Ну, не дай бог не говорю, что Щербович не является владельцем 50%, но такое случается в других ситуациях. Значит, других владельцев фонда неизвестно, еще 50%. Кроме того, Щербович входит в сайт директоров Роснефти и Транснефти. Ну, вот тут родство действительно присутствует. В интервью изданию «Хопс и Ферс» Илья Щербович заявил, наш интерес прост. Компания должна расти, имеется в виду ВКонтакте, и развиваться. Должна увеличиваться акционерная стоимость этой компании. Однако, все, в общем, к тому, что эта покупка не может не повлиять на сеть так или иначе. Сменился главный акционер. У него больше всего акций. И в мае, если не ошибаюсь, по данным прессы сайта директоров, на котором формально, если, скажем, синонимичный, то есть так или иначе имеющий отношение к государству фонд Щербовича и, в общем, дружественным, безсомненно, государством Мейлору Групп и господин Усманов, они просто скинутся акциями, как скинутся, они просто проголосуют своими акциями. У них будет, получается, 80, боюсь сказать, 88%. 88% это не просто контрольная, это решающая все доля. И 12% господина Дурова здесь, ну, в общем, это такой вот миноритарный пакетик. И что будет в результате? То есть, ну, в общем, они будут решать, руководить ли основателю соцсети ВКонтакте, его детищем, или не руководить однозначно на соцсети директоров, причем на каждом соцсети директоров. И теперь, фактически, Павел, в общем, скорее всего, ну, предположительно, скорее всего, не сможет быть настолько свободным в своих решениях. И вот этот троллинг веселый, который он демонстрировал более-менее регулярно, вряд ли будет таким. Хотите ему с рук. Таким, да, энергичным. В последнее время, кстати говоря, поддавливают еще, кроме всего, там, связывать, не связывать это. Как ты считаешь, Денис, кстати говоря, вот то, что с ДПС скандал был, то, что якобы некто, похоже на Дурова, сбил сотрудника ДПС, вроде не насмерть, но, слава богу, но сбил. Мне, честно сказать, не очень хочется верить, да, наверное, слово верить здесь больше подходит в некую политическую подоплеку. И, честно сказать, в этой сделке я больше вижу, если смотреть с бизнес точки зрения... Вы оба отчаянно пытаетесь быть оптимистами, я смотрю. Успешный кэш-аут сооснователей успешного российского сервиса, непубличной компании, при том сделка там, как я понимаю, миллиардная. И мне очень приятно то, что в России основатели сервиса, которые, ну, непонятно, какую роль они внесли, в начале, на стадии старта, как я понимаю, вносили, но последние... Они вносили финансовые, да, прежде всего. Да, они никак не участвовали в управлении операционном. Вот, и мне очень приятно, да, что вот у нас такие бизнес-стории проходят. Что касается того, там, как Дуров себя ведет, позиционирует, троллит, это лично его дело. И я бы не стал напрямую там какие-то проводить параллели с тем, что этот спектакль специально делался, либо просто Павел, вот он такой человек, он, в принципе, так относится к жизни. Вот, я думаю, что если и было какое-то давление с целью снять Павла, либо как-то сделать так, чтобы он был менее активен, и если это даже произойдет, то не скоро, потому что, как мне кажется, вот именно ВКонтакте это такой проект, где очень сильна роль лидера, притом сильна даже больше не своим влиянием на аудиторию, а на команду, которая его делает. И условно, вполне возможно, что там, если Дуров уйдет, то уйдет и большая часть команды, которая действительно и в него верит, и его почти боготворит. Я неплохо знаком со многими сотрудниками ВКонтакте, недавно был у них в гостях, и это проявляется во всем. То есть, действительно, Дуров у них авторитет, лидер и вождь, как они его называют. В Твиттере Максим Спиридонов мы спросили, сохранить ли ВКонтакте лидирующие позиции в Рунете в случае ухода из компании Павла Дурова. Почему? Ответы такие. Значит, сохранить, пока там будет бесплатный контент. Паша фигура и одиозная, но его приключения интересны малой части юзеров. Далее, вряд ли Дуров снабдит их дорожной картой, уже другой ответ. И большой вопрос, сможет ли новый СЕУ справиться с конкуренцией с Фейсбуком. Далее, ответ. Если в корне не сменят политику компании, устройство самой соцсети, то мало что изменится. Ну, в общем, различные мнения на этот счет. Мы знаем, есть прецедент смены управления, как я говорил, соцсети, крупной соцсети и, в принципе, успешной смены. Одноклассники сменили менеджера с основателя. Сначала на Никиту Шермана, там было не очень получалось, но потом пришел Илья Шроков и сегодня одноклассники спорят в ВКонтакте по аудитории. В общем, ПЖМ увидим, но однозначно то, что мы обсуждаем сегодня, даст резонанс еще в течение многих месяцев, а может быть и лет, и отразится на всем Рунете. На этом все, коллеги. Увы, но осталось буквально несколько секунд. Прощаюсь. Меня зовут Максим Спридонов. Это была программа «Рунете сегодня». Это наши дайджесты главных событий онлайна. Слушайте нас каждый понедельник. Пока.